24 секунды, время на то, чтобы надеть пожарную экипировку после получения сигнала о возгорании. Через минуту специалисты должны выехать на место пожара. Александр Бабенко в этой профессии всю жизнь, а пожарным и в нефтяной компании трудится пятый год. Говорит, спасать жизни – это призвание. Профессия опасная. В принципе, у меня вся жизнь сложилась так, что я сначала в уроженных сил служил, а потом получил, что дослужил уже в МЧС России, то есть у федералов. Можно сказать, это призвание. Вместе с Александром в добровольной пожарной команде акционерного общества РНГ 16 мужчин. В постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям два подразделения. У всех спасателей профильное пожарное образование, до РНГ они проходили службы в МЧС. Добровольная команда работает не только на объектах акционерного общества, но и помогает в тушении лесных пожаров на территории всего Мирненского района. В период пожароопасного сезона сотрудничают с единой диспетчерской службой. За время своей работы команда потушила более 20 возгораний. Помогали тушить лесные пожары, которые здесь, то есть из года в год, такие глобальные масштабы носят. Вылетали также на вертолетах, защищали живые алмазы Якутии. То есть две недели практически, ну, ребята провели в полевых условиях, тушили лесные пожары. Оказываем помощь сейчас в этом году, в 2021-м, вошли в расписание выездов Мирненского гарнизона пожарной охраны. И оказываем помощь в тушении пожаров, ну, в ближайшем населенном пункте, это посылок Тасюря. Уделяют пожарные большое внимание и учебно-тренировочным занятиям. Не менее трех раз в месяц тушат условные возгорания на объектах акционерного общества. Персонал эвакуируют, в том числе из общежитий. А вот комплектация оборудования добровольной пожарной команды РНГ могут позавидовать любые пожарные службы. Каждый руководитель звена экипирован специальным шлемом с внутренним переговорным устройством и забралом золотого цвета. Командир первым идет в вагонь и контролирует действия команды. Добровольная пожарная служба РНГ только на словах добровольная. На самом деле эти мужчины самые профессиональные спасатели и в любой момент готовы прийти на помощь.